ФНАФа больше не будет, ЛГБТ захватила Скотта и всему походу крандец. Но об этом я ещё расскажу. Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди. И сегодня у нас с тобою довольно важный разговор. Я не очень хотел на этом, если честно, хайпить. Не очень хотел вообще об этом говорить, потому что... Ну, блин, я не люблю такие темы вообще затрагивать. Но нужно таки, мне кажется, о ней сказать, потому что о ней далеко не все знают. И, ну, ФНАФ в моём сердечке занимает отдельное место, соответственно, и Скотт тоже. Поэтому нужно сказать о том, что происходит. Скотта... Скотт заканчивает, я так понял, свою карьеру контент-мейкера в формате ФНАФа. Он перестаёт делать игры. Почему? Потому что на него наехало огромное количество людей. И начали его ненавидеть в интернетах за то, что он якобы не поддерживает ЛГБТ. Эм... Да. То есть мы доехали до того, что ФНАФ не убило время. ФНАФ не убил сюжет. ФНАФ убило ЛГБТ. За то, что он якобы анти-ЛГБТ. Сейчас я об этом всё расскажу. Сейчас я об этом чуть подробнее тебе расскажу. Свою позицию и так далее. Сначала я очень не хотел, если честно, в это видео об этом вставлять. Но, блин, просто я не успею ничего другого сделать до этого момента. Я решил, что хочу всё же об этом рассказать сейчас. У меня на Твиче в 2 будет соревнование. Так что там тоже заретай по ссылочке в описании. Там же об этом мы поговорим дополнительно. В 2 по МСК мы начнём. Ну, про соревнования ты знаешь. Короче, не об этом. Смотри, Скотт, как я понял, поддерживал когда-то Трампа внезапно. Он когда-то говорил о том, что он поддерживает Трампа. И из-за этого люди это узнали. И из-за этого, в том числе, люди начали его ненавидеть. Потому что Трамп, очевидно, не поддерживает ЛГБТ. И, соответственно, раз ты поддерживаешь Трампа, то ты, как бы, тоже, видимо, их не поддерживаешь. Не совсем видна мне логика, но она, наверное, есть. То есть, в целом, понятно, но, как бы, не совсем логично. И на Скотта начали наезжать. Все говорить, ему чуть ли не писать гневные сообщения о том, что они его прикончат, нахуй, за то, что он не поддерживает ЛГБТ и всё такое. Я, как человек, который, ну, как бы, я не то, что поддерживаю. Вообще, в целом, я, как бы, ёл, за равноправие. То есть, я не знаю. Для меня, в принципе, в принципе, для меня нету формата пола, нету особого формата, где там, кто ты, какой цвет у тебя кожа, откуда ты и так далее. То есть, мне, в целом, на это от души поебать. Ты меня извини. Мне, как бы, плевать вообще, кто ты, с кем ты и так далее. Мне важно ты, как человек. Мне важно, кто ты из себя представляешь как личный, что ты представляешь из себя как личность. Мне не важно ни ЛГБТ ты, ни к кому ты принадлежишь, ни что ты делаешь, ни с кем ты делаешь там по ночам. Мне не важно, с кем ты отношения имеешь. То есть, я, можно сказать, как бы, прям за абсолютное равноправие. То есть, в принципе, я, ну, считаю, что важно, какой человек сам. То есть, чтоб ты не подумал, что я анти, там, ЛГБТ или что-то такое. Постоянно спрашивают, как ты относишься, там, к ориентациям. Вот, ответ. Мне вообще без разницы. Делайте, что хотите. Ну, как бы, в принципе, это ваше дело, ваша жизнь. Кто я такой, чтобы вам что-то говорить. Вот. И в этом случае есть как бы негатив, потому что есть черта между толерантностью и какой-то непонятной, может быть, толерастией. Не знаю, правильно ли это слово. Короче, когда человек, вместо того, чтобы поддерживать что-то, начинает просто безразборчиво ненавидеть все вокруг, потому что он к чему-то принадлежит. И это прям вообще, на мой взгляд, неправильно. Сейчас вообще у нас все общество идет в направлении ненависти. Типа, люди продвигают за равноправие, говорят, что нужно относиться по-доброму к ЛГБТ и ко всем остальным, но сами люто, бешено ненавидят людей за все. Если ты хоть что-то где-то когда-то сказал. Типа, меньшинства, в принципе, заслуживают уважения и заслуживают защиты. Но защита и нападение на всех вокруг — это разные вещи. Я думаю, ты это понимаешь. Самое прикольное, у меня есть много знакомых, которые сами относятся к этому. И мы с ними, типа, нормально общаемся и так далее, с этого рофлем. И они понимают, что это бред. То есть даже люди, которые причастны и к расовым меньшинствам, и к, как это называется, половым, наверное, да, нет, в любом случае, они сами понимают, что это телерастение к чему хорошему не приведет. Мы недавно только разговаривали с человеком, который мне говорил, что эта херня портит же их комьюнити. Вот. И мы пришли к тому, что... Ну, к чему мы пришли. Я не мог об этом не рассказать, если честно. Потому что, как я сказал, ну, ФНАФ для меня это особая вещь. Мы с ней и с тобой очень много прошли. Поэтому об этом надо рассказать. Тем более, что многие об этом просили. И я решил все же, что надо. Надо об этом тебе донести. В общем, Скотт Кафтон. Пост от него. Я буду тебе сразу переводить. Это сообщение не конкретно для Реддита. Это для комьюнити, о котором я беспокоюсь. И которое я решил, чтобы знало об этом. Вообще мне похуй на Твиттере, если честно сказал он. В последние пару дней это было просто невероятным для меня. И это сказать по меньшей мере. Я очень много разговаривал с людьми. И пытался решить, как с этим всем разобраться. Возможно, вообще никак не разбираться и забить. Но так много людей из ЛГБТ комьюнити и фан-базы, которые я люблю, ко всему этому были причастны. Так что не говорить об этом вообще было никаким решением. Я бы хотел сказать, что последние 7 лет были для меня... Кстати, я немножечко вставлю. Сейчас продолжим. Еще раз напомню. Люди напали на него за то, что он не поддерживает ЛГБТ просто потому, что он голосовал за какого-то чувака. То есть, да, как бы, ну, голосовать за кого-то это важная вещь. Но, блин, вдруг он правда считал по какой-то причине, что, типа, Трамп нормальный кандидат. Я не особо знаток, если честно. Но, типа, это возможно? Возможно. И плюс этот человек вкладывал чуть ли не миллион в благотворительность. Да, я понимаю, это слабый аргумент. Типа, блин, если у тебя есть деньги, вкладывай в благотворительность, тебя это лучше не красит. Но факт есть факт. Он реально помогал людям. Он реально помогал и меньшинствам в том числе. Однако люди резко на это забили. Меня очень радует, как люди быстро забывают все хорошее, что ты делаешь для них, для того, чтобы начать тебя ненавидеть из-за чего-то плохого. Ладно. Я бы хотел сказать, что последние 7 лет я очень долго пытался понять, как я отношусь к людям. Но также я старался относиться к ним правильно. Ну, вот теперь я на Твиттере. Меня обвиняют в хомофобии. Меня ненавидят и пытаются угрожать жизнью. И предлагают... А, и угрожают тем, что придут к моему дому. Моей жене уже 6 недель, как она беременна. И последнюю ночь она в ужасе, потому что увидела то, что о ней говорят. Она уже и так имела проблемы с беременностью, так что видеть ее такой очень меня пугает. После этого я понял, что я... А, нет, это все после того, как я использовал свое право и свой долг, как американский гражданин, проголосовать и поддерживать того кандидата, которого я считаю правильным. Для всех. Я не буду за это извиняться. Нихуя себе! Вот это сильно! То есть Скотт прямо говорит, я не буду извиняться за то, что я сделал, потому что это мое право. Для тех, кто пытался разобраться во всем. Ты видел кандидатов, и я поддерживал разных людей, женщин, белых, небелых, республиканцев, демократов. Я поддерживал Кембери Клайк, кто бы это ни была в Балтиморе, потому что уверен был, что она действительно беспокоилась об африканско-американском комьюнити. Ну, людях. Там. И хотел выпустить их из бедности. Я также хотел, я также верил, что она реально может помочь в то время, так как было много черных людей, которые имели проблемы. Она проиграла, к сожалению. Также я поддерживал Тульси Габард, демократа, которым я, в принципе, не совсем был согласен, но я был уверен, что она была хорошим и честным президентом. И да, поддерживал Трампа, потому что я думал, что он лучший человек для того, чтобы поддержать экономию и бороться с врагами Америки. Ой, вот не очень люблю вот эту политику, если честно. Ну, типа, не знаю. Политика очень такая штука, о которой ты думаешь, что ты в чем-то разбираешься, а на самом деле ты нихуя в ней не разбираешься. И чтобы прям реально о ней говорить, нужно как следует не разбираться. Желательно быть историком, чтобы знать, как оно было раньше. И я не историк, и не политик, но ладно. И много есть у Америки врагов. Даже если здесь были кандидаты, которые лучше были бы... А, которые лучше говорят про ОГБТ и имеют больше обещаний, я верю, что их позиции на других темах больше привели бы вреда, чем помощи этим комьюнити. Все это объяснение, к сожалению, вообще не важны, потому что люди не хотят обсуждать ничего ни с кем. Они просто хотят бесконечных извинений и подчинения. Люди, которые хотят от меня этого, ничего из этого не получат. Сильный аргумент, слушай, сильный. То есть прям сильный, серьезно. Я запись идет, идет. Он после того, что с ним происходит, он все равно говорит, я нихуя не буду извиняться за то, что я сказал, потому что я не сказал ничего неправильного. Я всегда поддерживал авторов, и я пытался относиться ко всем честно. И также относился ко всем с терпением и уважением. Я никогда не интересовался ни чьей расой, религией, гендером, ориентацией. Я просто отношусь к людям, как к людям, ко всем одинаково. И поэтому я получил себе довольно диверсивную группу людей, с которыми я работал за последние годы. Это не было моей задумкой. Просто так произошло. Я выбирал людей, которые лучшие для работы. Бля, вот это правильно. Вот это правильно, на мой взгляд. Я типа ничего не говорю, но мне кажется, что когда тебя выбирают на работу, ориентация, которая у тебя есть, должна быть последней темой, которая реально интересует. Как и в сторону, ну типа, нормальной, ну нормальной в кавычках, типа стандартной, вот, так и в сторону каких-то альтернативных вариантов, вот. Я, знаешь, хожу по этим, потому что каждое слово может обидеть, и все скажут, а, блядь, гомофоб! Нет, ну, прям, серьезно, нет. Я бы не обманывал. Если бы я действительно считал, что что-то там неправильно, будь уверен, я бы тебе об этом сказал. Я, в принципе, стараюсь не врать. Ну, не знаю, привычка такая, типа, а нахуй. Вот, я ко всем одинаково отношусь, и поэтому я получил себе людей, с которыми я шел по моей жизни, профессиональной и персональной, самых разных людей. Это так и должно быть. Это то, как я хочу, чтобы это было. И это так, как и будет дальше. Я республиканец, христианин, я люблю жизнь, я верю в Бога. И также я верю в равенство, в науку и в здравый рассудок. Несмотря на то, что многие из вас говорят, все эти вещи могут идти вместе. Кстати, вот это мне нравится. Типа, религия и наука постоянно их все почему-то противопоставляют. Не обязательно. Это не извинение и не обещание измениться. Это всегда так было. Если меня вдруг, ну, типа, закончат, тогда я закончу. Я не делаю это уже ради денег. Я делаю это, потому что мне это нравится. И я... И если люди думают, что я делаю больше вреда, чем хорошего, тогда возможно, чтобы я действительно прекратил. И я бы ушел в отставку. Я это приму. Я действительно уже хорошую карьеру провел. И кроме того, многие вещи, которые люди могут сделать тебе и которые тебе дались, вообще на самом деле не имеют особого значения. Ну, наверное, имеет в виду про деньги. Я всегда любил и всегда продолжу любить это комьюнити и эту фан-базу. Даже если когда-нибудь я уже не буду в нем. Вот так вот. Потому что... Что я тебе хочу сказать? Пиздец. Типа, вот, правильно, чувак говорит. Это, блядь, последнее, чего я ожидал от этого всего. Прям серьезно, последнее. Чувак, чье комьюнити процентов, наверное, на 40 состоит из ЛГБТ. Ты, блин, видел фан-арты по ФНАФу? Там и Фури, и ЛГБТ, и все вообще. Там все, все форматы людей там сидят. И нормально поддерживается. То есть реально нормально поддерживается. Никто на это особо не хуй сосет, кроме самих же фанатов. Сами фанаты там что-то разбираются. И человек, который всю дорогу старался нормально относиться ко всем, получает... В принципе, знаешь, что я скажу? Я бы понял, если бы люди его хуесосили за то, что он реально что-то сказал бы. То есть вот он сказал бы по какой-то причине, что он не любит по какой-то причине ЛГБТ. Ну, тут я бы мог понять. Тут я бы мог понять, что его начали бы хуесосить. Я бы мог не согласиться с этим. Я бы мог сказать, что это все равно херня. Но я бы мог понять эту позицию. Но в данном случае он поддержал того, кого он считает нужным. Блин, ты можешь быть с этим не согласен. Ты можешь сказать, по-моему, он долбоеб. Ладно, пусть делает свой ФНАФ и не страдает херней. В политике ты, дядя, не шаришь. Окей. То есть, если ты мне это скажешь, я, может, скажу, ну да, может, ты и прав. Но в данном случае человек, не знаю, кстати, афишировал ли он это, но он высказал свою вот эту вот гражданскую позицию. Также он дальше сделал еще один пост. Спасибо тебе огромное за огромную поддержку. Я рад, что ты обо мне беспокоишься. И да, у меня довольно стрессовая жизнь. Но все в порядке, потому что результаты были хорошие. Я работал хорошо. Работал почти без остановок. Чтобы сделать хорошие игры. Спорно, насколько ты без остановок работал в Скотте. Если честно, давай не будем обманывать. Уже есть люди, которые работают за тебя. Отстаньте от меня в скайпе. Не надо мне писать. Да, ты можешь поверить, насколько хорошие игры были. Да, я бы мог поспорить. Я уважаю Скотта. Но давай не будем обманывать. Некоторые игры могли быть лучше. Я знаю, как их можно было бы сделать лучше. Но разговор не об этом. Я не буду критиковать Скотта. У него сейчас прям серьезно сложные времена. Но это я так. Просто, чтоб ты лишний раз понял. Я стараюсь не... Ну, все равно высказывать свою позицию. То есть, если бы я был не согласен, я бы сказал. Вот. Все, что я могу, это судить по ревью из Стима. Которые были довольно успешны. Так что я довольно счастлив. Ну да. Была правда, что вокруг меня довольно много ненависти. На форумах, на Ютубе и так далее. И быть честным, если, то это сложно. Сложно, когда люди тебя ненавидят, потому что ты просто получил успех чем-то. Не совсем люди не совсем из-за этого ненавидят. Многие люди не любят Скотта из-за того, что он не получил успеха. Из-за того, что он чуть-чуть, ну, типа неправильным путем пошел. На мой взгляд. Я думаю, многие люди имеют идею, что я трачу мои время и деньги, летая и плавая в золоте, как скруч Макдак. Выпуская игры без какой-либо усилий. И потом смеясь, когда смотрю на свой счет. Реальность довольно другая. И я уверен, что люди, которые меня ненавидят, неправильно понимают, насколько я успешен. Тут я согласен. Очень многие люди думают, что если у тебя есть деньги, если у тебя есть какой-то успех, то все хорошо. Не обязательно. У него и денег может не так быть много, как ты предполагаешь. Это правда, что... А, да, мы читали. Ты знал, что последний раз в прошлом году я работал на Доллар Дженерал? Я работал кассиром. И у меня было три босса, которые были все еще в школе. До этого я работал в магазине Таргет. Я выгружал замороженную еду. У меня не была успешной жизни. И теперь, когда Бог благословил меня небольшим успехом, я стараюсь быть ответственным с тем, что я делаю. Я не веселюсь на моих вечеринках утром. Я не бухаю, Мартини. Я даже трачу мой вечер, когда играю в Мегамена, только с моими родителями. И я стараюсь быть честным и хорошим с тем, что мне дали. Я думаю, это причина, по которой я вам все это говорю. Потому что я человек. У меня есть много всяких проблем. У меня есть много всяких, типа, минусов. Я делал много ошибок. Мои игры не идеальны. И никогда не будут идеальны. Но что-то, что более важно для меня, что я хочу до тебя донести, это то, что ты никогда не должен слушать людей, которые критикуют успех просто потому, что это успех. Не обязательно. Я тебе обязательно... Ну, я тебе говорил. Быть хорошим в чем-то, это то, за что ты всегда должен бороться. Но ты не должен это демонизировать. Критицизм моей игры нормальный. И много людей критицизм дают правильный. Но есть много людей, которые просто будут ненавидеть все, что становится популярным. Это правда. Просто потому, что это популярно. И ненавидеть все, что становится популярным, просто потому, что она стала таким. Это тоже правда. Прям абсолютная правда. Действительно, много людей ненавидят FNAF просто за то, что он популярен. Хейтеры будут ненавидеть, как они говорят. Но ты знаешь, фокусироваться на чьих-нибудь проблемах в жизни, это неправильный путь жизни. Я думаю, что люди, которые делают видео, унижая других, это то же самое, что выходить на улицу и кричать в подушку. Они получат внимание, но они ничего не изменят. Если ты пытаешься быть им, тогда ты потратишь свою жизнь на то, чтобы кричать в подушку. И это ничего не будет иметь. Самые лучшие сообщения, которые получают людей, это которые пытаются делать игры. Потому что игры, которые я делаю, заставили их начать. Или людей, которые делают науку, или учат программирование. Кто будет следующим игровым дизайнером? Кто будет следующим автором, по которому видео сделает Markiplier или Windy? Будь уверен, что это будешь ты. Люди, которые ненавидят успех, никогда не будут успешны. Не обязательно. На ютубе такое бывает. Я много людей знаю на ютубе, которые всех ненавидят. И в принципе, люди это смотрят. Людям нравится ненависть, это ху-е-о. Это часть проблемы. Фокусируйся на своем успехе и твоей истории. Люди всегда спрашивают меня, какой колледж я рекомендую. Какие программы я рекомендую. Мой ответ это просто давай. Просто ебашь. Просто иди в любой колледж. Учись хорошо. И будь хорош в том, что ты делаешь. Будь уверен, что ты будешь следующей историей, которая будет иметь успешное название. И не падай в дыру всех людей, которые выбрали тебя, которые бросили свои попытки, чтобы сделать что-то из себя. И будь уверен, что ты сделаешь все, что от тебя зависит. Тут я, кстати, согласен. Мой девиз, в принципе, сделай все по максимуму. Сделай все, что от тебя зависит. А дальше будет, что будет. Есть много вещей, которые от тебя не зависят. Есть много вещей, которые ты не можешь повлиять, к сожалению. К примеру, ты хочешь погулять с девушкой, а внезапно дождь. И что делать? Все, свидание испорчено. Ничего, ты можешь делать что-нибудь из этого другое. Ты можешь повезти ее куда-нибудь еще. То есть можно делать твой максимум. А дальше будет, что будет. Довольно я стар для этого, говорит, становлюсь. И когда я однажды уйду на пенсию, я хочу сесть в компьютер и поиграть в твои игры. Прочитать твои истории. И посмотреть на очередное видео про очередного автора, тебя. Который снова сделает что-то великолепное. Давай. Не надо быть тем человеком, который сдается и который бросил себя. Ты следующий завтрашний успех. Вот так вот. Тут Скотт решил немножечко по это. По потворствовать толпе. Приятно, 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 конечно, это читать. Приятно, спасибо, Скотт. Но я думаю, что вот этот первый пост гораздо больше по делу был. Что я скажу? Еще раз повторю. Я не анти-ЛГБТ и что-то такое. Я уважаю людей, в принципе, всех. И в том числе их. Но я считаю, что это хуйня, если честно. Я считаю, что ненавидеть людей за такого рода взгляды, это глупо. Если он имеет взгляды какие-то вредные обществу, допустим, можно об этом хотя бы поговорить. Но ненавидеть людей такого формата вот так вот, за такие вещи, на мой взгляд, это уже безумие, уходящее в крайнюю степень какой-то, знаешь, сублимации собственной, чувства собственной недостаточности, мне кажется. Просто из-за того, что ты не имеешь сам у себя каких-то вещей, которыми ты реально можешь сейчас похвалиться, они будут у тебя, не переживай, точно будут. Люди из-за этого стараются выплеснуть свой гнев и сублимировать свои вот эти вот проблемы в таком формате. На мой взгляд, это неправильно. Если у тебя есть какое-то недовольство чем-то, то лучше это перевести в что-то продуктивное и сделать что-нибудь. Желательно не в видео, где ты кого-нибудь хуесосишь. Опять же, те же игры другие и что-то такое. Вообще, для меня это сюрреалистично как-то выглядит, если честно. Чувак, который делает игры, оказывается ненавидим за то, что он не поддерживает кого-то. Блин, я сейчас скажу, возможно, вещь не обязательно, ну как бы популярную, да? Но по-хорошему, ты не обязан поддерживать никого. Ты вообще в этой жизни ничего никому не обязан, на мой взгляд. Если ты хочешь что-то делать, ты это делаешь. Если ты хочешь поддерживать кого бы то ни было, поддерживай от души. Но поддерживать вещи просто потому, что это модно, популярно, и ненавидеть других за то, что они не поддерживают что-то, на мой взгляд, это высшая степень самообмана и обмана людей в принципе. Если человек поддерживает что-то под страхом смерти и факта того, что его будут ненавидеть, то это не поддержка. Это просто, блин, защита. А на мой взгляд, это неправильно. На мой взгляд, если ты что-то поддерживаешь, ты должен делать это от сердца, потому что ты хочешь это, и это будет гораздо продуктивнее. Вот так вот. Sorry, что очень много об этом говорил, но хотелось об этом высказаться. В общем, вот так вот. Поддерживайте людей, поддерживайте друг друга. Я надеюсь, у вас всё будет хорошо. Да, такое вот видео. Ну и пока на этом всё. Увидимся с тобой. Пока. До скорого. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok